МГИМО На минувшие недели в округе прошло сразу несколько масштабных мероприятий, причем не только федерального, но и мирового уровня. Центральной площадкой стал Одинцовский кампус МГИМО. Проходила конференция «Проблемы и возможности для умного освоения Севера» регионального муниципального управления бизнеса «Человеческий капитал». Мероприятие проводил Одинцовский филиал нашего МГИМО совместно с Арктическим центром и школой бизнеса и управления НОРД. С нашей стороны выступали с докладами Валентина Викторовна Переверзева и Кирилла Александровича Завражева. Еще одно важное событие прошедшей недели – это то, что мы смогли ввести в эксплуатацию жилой комплекс в микро районе «Восточный» в лесном городке и дома номер 41 и 43 жилого комплекса «Изумрудная долина». В ходе совещания главе муниципалитета доложили о работе с обращениями граждан в системе «Добродел». Особое внимание было уделено решениям по повторным обращениям. Одинцовский округ пока еще лидирует среди крупных муниципалитетов по количеству обращений, по числу жалоб. Из этой красной зоны мы пока еще не вышли. Одной из ключевых тем совещания стал вопрос – готовность дорожной техники к зимнему периоду. Погода часто преподносит сюрпризы в виде обильных снегопадов и ледяных дождей. К этому должны быть готовы все службы. Их главная обязанность – вовремя расчищать дороги, чтобы жители могли беспрепятственно передвигаться по городу. У нас уже был крайне печальный опыт, когда мы попали в сильные снегопады, дорожные службы провалились и, по большому счету, не справились с своей задачей. Наш район тогда был парализован, находился в кризисной ситуации во всех красных зонах. И выходили мы из этого состояния несколько недель, проводя буквально ежедневные и по несколько раз в день совещания и штабы по выходу из такой кризисной ситуации. Такого, коллеги, не должно больше повториться, поэтому к зиме готовимся заранее, количество техники, добавляем количество денежных средств, которые мы планируем на эту работу, тоже увеличиваем из года в год. По итогам планерки Андрей Иванов дал ряд поручений, исполнение которых руководитель муниципалитета будет держать на личном контроле. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.